Выстава работ декоративно-прикладного мастерства, так само вокальные, хореографические и тетрализованные номеры. У Добруша отбылся Международный фестиваль творчества инвалидов «Мы разом». Под обязанностью мероприемства в нашем наступном материале. Фестиваль творчества «Мы разом» проводится на передаче Дни Международного дня инвалидов с 2005 года. С 2011 творчий форум набыл статус международного. На сцене районного палаца культуры свои таленты демонструют люди с особливостями психофизичного развития с Беларуси, России и Украины. Узрост у Дельникова от 8 до 50 годов. Фестиваль проводится с метой повышения творчего потенциала людей с особливостями психофизичного развития, а так само поширением международного супрацовництва. Традиционно в нашем районе проводится Международный фестиваль творчества инвалидов в месте. Мы являемся его основоположниками. Молодые люди, которые посещают наше отделение дневного пребывания, активно занимаются в кружках по интересам, раскрывают свои творческие таланты. В этом их помогают наши специалисты. И уже как результат, как итог нашей работы – это ежегодный фестиваль, на котором мы представляем самые лучшие таланты. 148 принца съехала к дворцу, 148 принца, нет, цветы несут, 148 принца, ах, какое счастье, начинаем кости. Тема такая суретнего мероприемства «Вера, надея, любовь». Конкурсанты споборничают у трех категориях – вокал, хореография и театральное мастатство. Одни самодейные артисты на фестиваль «Удобрыш» приехали в першиню. Иншая – улику постоянных удельников. Например, дружный коллектив Климовской школы-интерната Збранской в области, наведывая фестиваль «Четвертый год». Творчая педагоги и выхованцы этой специализованной установы никогда не упускают махчимости поделиться со своими белорусскими собрами. Частинкой добрыни, тепла и радости. У нас уже не один номер. У нас и солистка Настя Кузовкова, и солистка Ефимова Марина. И квартет «Звонкий голосок» занял в Брянске на конкурсе первое место. Мы приехали сюда с огромной радостью. Во-первых, лично я рада, что мы опять вместе взрослые. Потому что моя работа прежняя сталкивалась с тем, что мы встречались, общались с Украиной, Белоруссией, Россией. Я как бы еду сюда как действительно на праздник прошлого, будущего и настоящего. Мы сюда попали по приглашению Елены Григорьевны. Это была ее инициатива. Они приехали к нам как бы по обмену опытом. Это было 7 лет назад. И затем они пригласили нас на участие в этом фестивале. И каждый год мы приезжаем и привозим своих детей. Международный фестиваль творчести инвалидов за все оделадится при поддержке областных и районных уладов, а так само спонсорской доброченной допомоги. Что тышится у дельников, предметно возрастая у зровених творчого мастерства. А кроме призовых мест, в трехголовных номинациях организаторы отзначат памятными подарунками кожного выканавцу. Для многих выход на сцену – это уже великая перемога над собой. Ганна Коральчук, Максим Савин и Гармарышенко. Телерадиокомпания «Гомельс» Добруша.